Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать, несмотря на то, что я вас не вижу. Надеюсь, вы видите меня. Мы продолжаем серию вебинаров основной целевой аудитории, которых, как мы рассчитываем, являются патологи. Но, тем не менее, я надеюсь, что эта информация может быть полезной нашим коллегам из других специальностей, онкологам в первую очередь, специалистам лучевой диагностики, молекулярным генетикам, возможно. И сегодня у нас очень интересная тема. Когда мы планировали этот вебинар примерно год назад, мы еще не знали, выйдет ли действительно новая классификация опухолей таракальной локализации. Она была опубликована несколько месяцев назад на сайте Всемирной организации здравоохранения. Это пока бета-версия классификации, но, тем не менее, она доступна, она считается действующей, и уже мы практически квартал по ней работаем. И сегодня нам хотелось бы коснуться тех изменений, которые нашли место в этом руководстве. И мы не можем сосредоточиться только на том, что касается паренхеми легких, потому что есть существенные изменения, которые нашли отражение в разделе, посвященном образованию плевры, и мы немножечко выйдем за рамки изначальной тематики нашего сегодняшнего вебинара и коснемся также и их. Но, тем не менее, мы начнем с самой распространенной патологии, с эпителиальных опухолей легкого, и, собственно, этому будет посвящено первое сообщение сегодняшнего вебинара. Необходимо отметить, конечно, что те достижения, которые были достигнуты в 2015 году, потому что классификация 2015 года для опухоли легкого по большому счету является революционной с точки зрения подхода к классификации вообще в принципе, и одно из принципиальных достижений – это деление классификации на две части, на две группы рекомендаций, одна, которая касается малого материала, биопсии цитологических образцов, другая, которая касается большого материала или материала хирургической резекции, это деление сохраняется в действующей классификации, сохраняются различия в терминологии, сохраняются подходы к дифференциальной диагностике в пределах гистотипа в зависимости от объема исследуемого материала, потому что это обусловлено теми задачами, спектром тех задач, которые мы должны решить при работе с различными видами, с различным объемом этого материала. Поэтому мы подробно на этом останавливаться не будем, здесь каких-то глобальных перемен не произошло, просто нужно помнить о том, что это теперь часть нашей жизни, это никуда не денется, и, собственно, с малым материалом мы будем работать все больше и больше, те принципы экономного обращения, рационального обращения с этим материалом, они пропагандируются, продолжают внедряться и сейчас являются неотъемлемой частью нашей рутинной работы. Единственное, что хотелось бы обратить внимание на то, что в классификации ВОЗ, помимо стандартных каких-то моментов, которые мы необходимо должны отражать в нашем заключении, добавляются вещи, которые, как я уже могла выяснить, радуют генетиков, потому что они работают после нас зачастую или вместе с нами, что является более оптимальным над малым объемом материала диагностического, который мы получаем при новообразованиях легких эпителиального генеза. Так вот, в репорте по малым образцам, помимо, собственно, морфологического диагноза и его гистологического типа, помимо результатов каких-то дополнительных окрасок, которые мы использовали для установления этого диагноза в плане дифференциальной диагностики, помимо каких-то комментариев сугубо морфологических с точки зрения вероятности, надежности, степени убежденности в заключении, которое мы сформулировали, уже есть рекомендация ВОЗ указывать также предпочтительный блок или фрагмент, если их несколько, который рекомендуется использовать для последующего молекулярного тестирования, а также возможность и достаточность материала в этом блоке или в этом фрагменте для выполнения дополнительных молекулярных тестов. То есть это теперь является уже, опять же, неотъемлемой частью нашей работы. Я думаю, что для многих других локализаций, в которых молекулярная генетика и дополнительное молекулярное субтипирование, молекулярная субклассификация являются неотъемлемой частью диагностического обследования пациента, прежде чем происходит выбор тактики в его отношении, то вот эти дополнительные данные относительно клеточности опухоли, относительно фрагмента, который целесообразно используют для этих тестов, они, видите, постепенно становятся частью репорта. Они внедряются уже в нашу рутинную практику. Кроме того, несколько в классификации в нынешней может быть рафинирован или сделан более наглядным патогенез рака легкого в зависимости от его гистотипа, ассоциации с курением и ассоциации с различными таргетируемыми или активирующими мутациями так называемыми. Вы видите, принципиально все новообразования, как и, собственно, раньше, делились на центральные и периферические. Сейчас это более патогенетический подход, он не чисто анатомический, не чисто локализационный. То есть мы говорим о том, что у нас глобально есть две группы новообразований, одни, которые развиваются из воздухоносных путей фактически разного калибра. Это, безусловно, как правило, центральные опухоли. Они в большинстве случаев ассоциированы с курением и имеют плоскоклеточный гистотип. При этом опухоли, которые развиваются периферически, из терминальных отделов, из терминального респираторного юнита или единицы, они имеют другой патогенез. Они, как правило, не ассоциированы с курением, они ассоциированы с какими-то другими повреждающими факторами, которые на сегодняшний день все еще однозначно не идентифицированы. И эти факторы приводят к развитию и формированию активирующих мутаций. И мы имеем дело с аденокарциномами, с мутацией в генах ИГФР, АЛК, РОС, БРАФ и так далее. Есть часть аденокарцином, ассоциированных с курением, которые часто ассоциированы с КРАС-мутацией активирующими, но, тем не менее, это опухоли, которые так или иначе имеют более центральную локализацию. То есть, таким образом, представление о периферических и центральных образованиях имеет теперь довольно стройную патогенетическую основу и ассоциацию с гистологическим типом. Это не просто результат наблюдений. Если мы вернемся к гистологической части, то нам необходимо, конечно, сравнить классификации с точки зрения рубрификации, в первую очередь, и классификация ВОЗ 2015 года начиналась, собственно, с аденогенных раков, вообще со злокачественных новообразований различного гистогенеза, часть из которых перегруппирована, но глобальных изменений в этом отношении не произошло, и замыкали классификацию новообразования доброкачественные или неинвазивные. Нынешняя классификация построена в этом отношении, может быть, несколько более логично, она начинается с доброкачественных образований прекурсоров аденокарцином, аденокарцином, прекурсоров плоскоклеточных раков, которые в данной классификации освещены гораздо более подробно и детально, и далее, собственно, различные морфологические варианты, также с учетом их группировки и молекулярного, в первую очередь, патогенеза. Если мы начнем с доброкачественных новообразованиях, то в папилломах изменений не произошло, они как были представлены плоскоклеточными, глондулярными и смешанными, так, собственно, и остались. А вот среди аденом добавилась новая нозологическая единица, которая называется бронхелоальвеолярная аденома или ресничатая муконодулярная папиллярная опухоль. Вообще, группа аденом должна с точки зрения морфологического дифференциального диагноза привлекать очень большое внимание патологов, потому что это доброкачественные новообразования, которые все из них могут симулировать злокачественные опухоли легкого эпителиального генеза, особенно в образцах малого объема. И здесь нам необходимо, конечно, учитывать и портрет пациента, клинико-эпидемиологическую характеристику, нам необходимы данные о локализации образования и степени распространенности процесса в пределах таракальной локализации. Но если мы поговорим о бронхелоальвеолярной аденоме, то это, как правило, образование, которое выявляется случайно. По данным компьютерной томографии, может быть представлено участками по типу матового стекла, локализуется периферически, средние размеры это 5-15 мм, но может достигать 4,5 см. Как правило, это пожилые люди, либо люди взрослые. Средний возраст составляет 72 года, в этих аденомах чаще всего выявляется мутация в гене Браф, могут выявляться другие активирующие мутации, ассоциированные с аденокарциномами, что не является индикатором злокачественного характера процесса. И морфологически это опухоли доброкачественные, которые имеют бифазную презентацию и сохранный слой базальных клеток, которые могут быть идентифицированы при окраске на базальные или миоэпителиальные маркеры. Как правило, диффузно, экспрессивно окрашиваются П40, либо П63. А вот люминальная часть, люминальные эпители, может быть представлены разными типами. Это определяет морфологическую гетерогенность в пределах этой нозологической единицы. И по типу вот этой люминальной выстилки бронхиолярные аденомы могут быть подразделены на проксимальный дистальный тип. Они несколько различаются по иммунопрофилю. Проксимальный тип, собственно, имеет выстилку, напоминающую бронхиальные эпители. Это ресничатые призматические клетки с разным количеством муцинозных клеток. И, как правило, имеется в вариабельной экспрессии ТТФ1, либо он может быть негативен. Образование дистального типа имеют люминальную выстилку, больше напоминающую альвеолярные эпители или клетки Клара. Это кубические клетки, которые, как правило, константно ТТФ1 позитивны. Но при этом не рекомендуется субклассификация в пределах нозологической единицы. То есть это информация, которая необходима морфологу для того, чтобы представлять спектр возможных морфологических проявлений и спектр возможного иммунофенотипа. Но нозологическая единица одна, и, безусловно, она должна попадать в дифференциальный диагностический ряд с аденокарциномой инситу, либо с атипической аденоматозной гиперплазией. Но выявление слоя базальных клеток является достаточно простым, надежным критерием для того, чтобы установить этот диагноз. Что касается аденокарцином, то здесь глобальных изменений не произошло. Среди прекурсоров у нас также остается атипическая аденоматозная гиперплазия и аденокарцинома инситу. Классификационные критерии не претерпели изменений. Что касается аденокарцином, то инвазивная немуцинозная аденокарцинома также с точки зрения нозологической классификации представлена уже известными нами нам пятью архитектурными паттернами, преобладание одного из которых собственно и является основанием для нозологической классификации немуцинозных аденокарцином. Однако мы немножко коснемся того, что на сегодняшний день в нашей профессиональной жизни здесь появляется ряд других паттернов, которые расцениваются как паттерны high-grade и учитываются в грейдинге аденокарцином. Кроме того, что повышает воспроизводимость диагноза минимально инвазивной аденокарциномы и повышает сходимость этих заключений и позволит более надежно и достоверно устанавливать этот диагноз, это практические рекомендации по оценке протяженности инвазии, которых в предыдущей версии классификации не было. На сегодняшний день учтены возможные варианты, когда имеется несколько фокусов инвазии, представленных паттернами отличными от липидического либо отселющегося типа роста. Учтены ситуации, когда эти инвазивные участки могут располагаться в разных последовательных слайдах или стеклах, а также если мы имеем дело с объективно трудноизмеримым участком инвазии, как за счет гиповентиляции, за счет воспалительной инфильтрации. И, собственно, нам предлагается использовать такой интегральный подход, когда доля нелепидического компонента оценивается в процентах и умножается на максимальный размер опухоли. И если мы получаем результат менее 5 мм, что является количественным критерием установления диагноза минимальной инвазивной аденокарциномы для инвазивного компонента, мы можем этот диагноз поставить. Собственно, это должно, по крайней мере, с точки зрения практического применения классификации, несколько упростить наше существование. Как я уже сказала, в действующей версии изменены подходы к грейдингу аденокарцином, потому что если мы возьмем классификацию 2015 года, то фактически у нас не было рекомендуемой схемы градации аденокарцином. Была информация о том, что существующие подходы и существовавшие подходы не демонстрируют достаточно надежного разделения пациентов на прогностические группы, что необходимо проводить какие-то дополнительные работы или усилия для того, чтобы разрабатывать классификационную схему с точки зрения оценки грейдинга. Но, тем не менее, в предыдущей версии классификации предлагалось использовать подход по преобладающему паттерну. То есть это не было рекомендуемой системой грейдинга, это была одна из предлагаемых возможных систем подхода к градированию аденокарцином. И, собственно, в зависимости от архитектурной презентации аденокарциномы ассоциировались с разным прогнозом, с хорошим промежуточным или плохим прогнозом. И на тот момент к хайгрейд-компонентам, собственно, к хайгрейд-архитектурным паттернам относились только солидные, микропапиллярные и коллоидные аденокарциномы. В действующей классификации, собственно, Международная ассоциация по изучению рака легкого предприняла усилия по разработке другого подхода, потому что все-таки паттерн при доминант подход не является оптимальным. И сочетание с различными паттернами в разных количествах может быть очень велико. И на сегодняшний день мы имеем дело с интегральным подходом классификации, который учитывает помимо преобладающего архитектурного паттерна еще и долю степень выраженности паттернов, которые относятся к хайгрейд-паттернам, которые ассоциированы с ухудшением прогноза. И помимо микропапиллярного и солидного, к этим структурам также относится к реброзный паттерн, который вообще традиционно относится к ацинарной архитектуре. Но уже довольно давно есть данные о том, что среди ацинарного спектра, а это, в общем, довольно большой спектр морфологических проявлений, именно к реброзной структурой являются теми, которые определяют прогноз и его ухудшают. Кроме того, вы видите, здесь появились так называемые комплексные железы, которые включают в себя сливающиеся железы или отдельные опухолевые клетки, которые инфильтрируют десмопластическую строму. И здесь невольно, конечно, напрашиваются параллели с аденокарциномой предстательной железы ацинарной, где мы имеем сходные даже наименования архитектурных паттернов. Так вот, если мы будем говорить о том, какова предложенная, рекомендуемая на сегодняшний день система градации аденокарциномы легкого, то к высоко дифференцированным относятся аденокарциномы преимущественно со стелющимся типом роста, в которых отсутствуют high-grade компоненты, либо составляют менее 20% суммарно. Для умеренно дифференцированных аденокарцином мы имеем дело с ацинарными или популярными аденокарциномами, также в которых отсутствуют high-grade компоненты, либо суммарно составляют не более 20%. И в любой ситуации, при любом сочетании, если суммарно high-grade паттерны составляют больше 20% от общей опухолевой массы, мы должны их градировать как низкодифференцированные аденокарциномы, потому что это фактор неблагоприятного прогноза. И такой подход, по данным Международной ассоциации по изучению рака, позволяет более эффективно стратифицировать пациентов на группы прогноза, как с точки зрения показателей безрецидивной выживаемости, так и с точки зрения общей выживаемости. Что касается плоскоклеточных раков, то в разделе, касающемся прекурсоров, гораздо более подробно охарактеризованная дисплазия, потому что в предыдущей классификации мы имели только карциному инситу в этом разделе, и вы видите, среди инвазивных плоскоклеточных карцином у нас добавилась лимфоэпителиальная карцинома легкого. Не сказать, чтобы это прям новая нозологическая единица, она, безусловно, нам известна по опухолям головы и шеи, но в таракальной локализации мы с ней раньше не сталкивались. Что касается дисплазий, то в классификации действующие довольно подробно они охарактеризованы, но те критерии, которые прописаны, являются описательными. Количественных критериев для различения дисплазии разной степени тяжести не предусмотрена. Система градации дисплазии трехступенчатая, то есть это слабая, умеренная, тяжелая дисплазия и карцинома инситу как отдельная нозологическая единица. Критерии прописаны, они, безусловно, так же, как и в любых других локализациях, имея описательные характеристики, на малом объеме материала не позволяют достичь высокой степени сходимости заключений, и мы столкнемся, как и прежде, с определенной невоспроизводимостью этих заключений. Но, тем не менее, на сегодняшний день ситуация вот такая. Что касается лимфоэпитериальной карциномы легкого, то это образование, как правило, которое может быть выявлено по данным лучевых методов исследования либо случайно, либо при наличии жалоб. Редко это может быть кровохарканье, это может быть болевой синдром. Образование локализуется периферически. По литературным данным на сегодняшний день составляет менее 1% немелкоклеточных карцином легкого. Это относительно молодые пациенты, молодые пациенты из среднего возраста. И вы видите, это карцином ассоциирован с Эпштейн-бар-вирусом, как и, собственно, лимфоэпитериальные карциномы головы и шеи. И это определяет ту популяцию пациентов, у которых они выявляются чаще. И гораздо чаще это, собственно, опухоли, которые выявляются у пациентов из азиатского региона, чем из западноевропейских стран. И так как патогенез этой карциномы связан с вирусной инвазией, это, как правило, не курильщики. Хотя, безусловно, курильщики тоже могут встречаться среди этих пациентов, и у этих новообразований отсутствуют активирующие мутации. Опухоль, собственно, морфологически характеризуется теми же чертами, что и лимфоэпитериальный карцином и других локализаций. Это неороговевающий плоскоклеточный рак, низкодифференцированный с разной степенью выраженности лимфоплазмоцитарной инфильтрации стромы. Как правило, опухоли агрессивные, но при этом контролируются локально и неплохо отвечают на иммунотерапию. И что, опять же, радует в действующей классификации, то здесь прямо однозначно прописано, как необходимо подходить к грейдингу плоскоклеточного рака. Ответ простой – никак. На сегодняшний день системы градации плоскоклеточного рака для легкого не существует. То есть нет рекомендуемого грейдинга, ни двухступенчатого, ни трехступенчатого. Если мы вернемся к описанным гистологическим вариантам, то среди характеристик могут быть указаны, что он ороговевающий, неороговевающий, либо базолоидный. Системы грейдинга на сегодняшний день в классификации нет. И нужно сказать несколько слов про крупноклеточный рак легкого. С точки зрения классификационных критериев здесь больших изменений нет. Единственное, что необходимо отметить, то что если мы возьмем статистические данные по выявлению этой нозологической формы, то за последние 10 лет частота его встречаемости с 10% упала до 1,5%. Это не значит, что крупноклеточного рака легкого стало меньше. Это просто говорит о том, что действующие классификационные критерии, широкое внедрение и использование дополнительных методов, в первую очередь иммуногистохимии, в плане установления гистотипа при карциномах легкого, позволило исключить из этой группы низкодифференцированные, как аденокарциномы, так и низкодифференцированные плоскоклеточные раки, которые могли сюда попадать. То есть это до сих пор диагноз исключения, который устанавливается в ситуациях, когда мы имеем низкодифференцированную, фактически недифференцированную, или додифференцированную карциному, не имеющую ни морфологических, ни фенотипических признаков ни плоскоклеточной, ни аденогенной, ни нейроэндокринной дифференцировки. То есть тогда мы можем установить этот диагноз. Вы видите, есть, опять же, рекомендуемые формулировки заключений в классификации ВОЗ, в зависимости от того, мы имеем дело с биопсийным материалом или материалом резекции. На малом материале эта нозологическая единица не может быть установлена в принципе по определению. Это диагноз материала резекции, большого материала, который должен быть подвергнут дополнительным окраскам для исключения тех или иных признаков дифференцировки. Есть количественные критерии с точки зрения того, что считать диффузной и фокальной окраской. Если у нас неоднозначный иммунопрофиль, то мы можем установить диагноз крупноклеточной карциномы с неоднозначным иммунофенотипом. При этом есть ремарка о том, что фокальная экспрессия П40 при отсутствии экспрессии ТТФ1 или муцина это все-таки ситуация, которая должна заставить задуматься о возможной ТТФ1-негативной аденокарциноме. И, конечно, этот материал, этих пациентов необходимо направлять на дополнительное молекулярное тестирование с точки зрения выявления активирующих мутаций. Если же мы имеем негативный, дважды негативный фенотип, тогда мы можем установить диагноз крупноклеточной карциномы с нулевым фенотипом. И вы видите, этот диагноз на материале резекции может быть установлен при отсутствии дополнительных окрасок, но это должно быть вынесено в заключение, что этот диагноз поставлен именно таким образом на основании отсутствия морфологических признаков той или иной дифференцировки. И что касается ТТФ1, то здесь в качестве его аналога или замены допускается использование на псина А. Что касается саркоматоидных карцином, то раньше это были отдельные нозологические единицы с отдельными кодами, и эта ситуация сохраняется. Но саркоматоидная карцинома на сегодняшний день является групповым понятием, то есть это верхнеуровневая классификационная единица, в которую входят, собственно, плеаморфные карциномы легкого, пульмонарная областома и карциносаркома легкого. Карциносаркома легкого не зря опять же попадает в группу эпителиальных опухолей, хотя и саркоматоидных карцином, потому что на сегодняшний день, как и для многих других локализаций, представляется, что карциносаркомы являются не коллизионными опухолями в большей степени, то есть они не являются сочетанием двух независимо развивающихся новообразований разного гистогенеза, а это просто такое проявление додифференцировки фактически эпителиальной опухоли, которая подвергается эпителиально-мезонхимальному переходу и имеет морфологию саркоматозного компонента в пределах опухоли, которая сохраняет черты эпителиальной. Но это опухоли эпителиального генеза с эпителиально-мезонхимальным переходом, опять же, низкой степенью дифференцировки. Количественный критерий сохраняется, то есть этот диагноз может быть установлен, опять же, только на материале резекций, если плеоморфный компонент, гигантоклеточный или веретиноклеточный компонент составляет более 10% от всей массы опухоли. На материале биопсий, на малом материале этот диагноз может быть заподозрен, но не может быть дефинитивно установлен в силу количественного классификационного критерия. Кроме того, есть группа другие эпителиальные опухоли, где сохраняется, как и прежде, карцинома НАТ. Она, собственно, обозначается карцинома легкого или грудной клетки, потому что НАТ карцинома, она же карцинома средней линии или мидлайн карцинома, встречается, опять же, в головошейной локализации, и вторая по частоте, или первая даже по частоте, это таракальная локализация, но, как правило, это вовлечение средостения, исходя из ее синонима или определения, так как это карцинома средней линии. Но в силу того, что это довольно агрессивное новообразование, оно очень быстро вовлекает соседние структуры. В большинстве случаев мы так или иначе имеем вовлечение и ткани легкого тоже при новообразованиях такого гистогенеза. Это, собственно, опухоль, которая характеризуется мутацией в соответствующем гене НАТ, и связано это с транслокацией 15-19, и ассоциировано с экспрессией белка НАТ, что может быть выявлено при помощи иммуногистохимии. Морфология, собственно, у этих опухолей – это опухоли, которые имеют плоскоклеточный генез, и об этом нужно помнить. То есть НАТ карцинома так или иначе может терять экспрессию цитокератинов, но она сохраняет признаки плоскоклеточного гистогенеза, то есть в большинстве случаев экспрессируют П40 или хотя бы П63. При отсутствии экспрессии этих маркеров это должен быть вопрос, ставит ли этот диагноз. И, соответственно, необходимо молекулярное подтверждение либо соответствующее антитело. Но срединная локализация молодой возраст пациентов должны заставлять задуматься о том, что это может быть опухоль этой нозологической единицы. Что касается новой нозологической единицы, которая в эту категорию добавлена, это таракальная смарка А4, дефицитная, недифференцированная. Опухоль, которая тоже часто вовлекает средостения, область ворот легких, может вовлекать паренхему легких изолированно, часто вторично вовлекает плевру. Это, опять же, довольно молодые пациенты, несмотря на то, что средний возраст 48 лет, это фактически рабдоидная опухоль легкого. Рабдоидные опухоли – это высокоагрессивные опухоли, для которых характерен дефицит вот этих вот компонентов системы белков-модификаторов хроматина. И к ним относятся в том числе и не один дефицитные опухоли. И здесь вот мы видим теперь смарка 4 дефицитную опухоль таракальной локализации. Всё-таки это подростки, либо молодые, взрослые. Здесь есть, в отличие от надкарциномы, определённое преобладание мужчин, довольно значимое. И многие из них являются курильщиками. То есть при этом нет наследственной мутации в генах модификаторов хроматина. Видимо, у них есть, в общем, такая выраженная реакция на повреждающие факторы курения и быстрая реализация, которая приводит к мутации с биолельным потерей, собственно, белка гена с марка 4, который кодирует белок BRG1, который мы можем выявить при помощи моногистой химии. То есть потеря этого белка может быть морфологически подтверждена, при том, что, как правило, экспрессия ИНИ-1 в таких новообразованиях сохраняется. И эти опухоли, к сожалению, могут слабо либо фокально экспрессировать с этой кератины, могут их полностью терять, имея эпителиоидную или рапдоидную морфологию. Это, соответственно, приводит к необходимости дифференциального диагноза, особенно у молодых пациентов, с опухолями неэпителиального генеза, с саркомами. И это не всегда бывает простой дифференциальный диагноз. И, к сожалению, еще дополнительно эти новообразования могут экспрессировать нейроэндокринные маркеры, такие как синаптофизин. Это, в общем, осложняет, опять же, постановку диагноза, которая возможна, по большому счету, только при учете комплексом всех доступных данных, профиля пациента, локализации новообразования, степень его распространения, помимо морфологических данных. И мы, конечно, должны помнить о том, что есть вот такие вот редкие агрессивные новообразования таракальной локализации. Ну и, конечно, нужно сказать несколько слов про нейроэндокринные новообразования легких, потому что эта группа новообразований на сегодняшний день несколько выбивается из рамочной схемы классификационной, которая предложена для нейроэндокринных новообразований всего и вся, И имеет смысл, конечно, обсудить эти нюансы, иметь их в виду, и они имеют значение не только для патологов, но и для онкологов, и мы, собственно, сейчас немножечко этого и коснемся. Сохраняется двухступенчатая система грейдинга высоко дифференцированных нейроэндокринных новообразований легкого или нейроэндокринных опухолей. У нас есть типичный карциноид и атипичный карциноид. Почему у типичного карциноида есть размерный классификационный критерий в 5 мм? Это связано с тем, что диффузная диапатическая пульмонарная гиперплазия нейроэндокринных клеток может давать узелковые образования или опухольки нейроэндокринные, которые имеют размер менее 5 мм. И если образование вот этот порог превышает, тогда мы должны назвать его уже типичным карциноидом. И при этом мы с вами должны обратить внимание на то, что классификационным критерием в плане дифференциального диагноза высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей легкого между собой и высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей с низкодифференцированными нейроэндокринными карциномами является методическая активность, а не индекс пролиферативной активности при помощи КИ-67 оцененной. То есть основным классификационным критерием является количество метозов на 2 мм квадратных, не на 10 полей зрения, а на фиксированную единицу площади в единицах С выраженную. Отсутствие некрозов. То есть это второй признак. У нас есть два классификационных признака. Это методическая активность и наличие и степень выраженности некроза. КИ-67 имеет второстепенное значение, мы немножко сейчас этого коснемся. Собственно, есть определенная клиника-морфологическая ассоциация. Карциноиды чаще развиваются у женщин, нейроэндокринные карциномы чаще встречаются у мужчин. Методическая активность является основным классификационным критерием. И вы видите, для нейроэндокринных карцином методическая активность больше 10, но при этом среднее количество метозов это 70 и 80 на 2 квадратных миллиметра. То есть это значительное превышение вот этого вот порога в 10 метозов на 2 квадратных миллиметра. Степень выраженности некроза, безусловно, должна быть нейроэндокринная морфология при оценке этих новообразований. С точки зрения иммунопрофиля, то экспрессия ТТФ1 встречается в нейроэндокринных новообразованиях легкого вне зависимости от степени злокачественности, но может разниться в зависимости от центральной либо периферической презентации. Как правило, центральные новообразования ТТФ1 негативны, в то время как периферические ТТФ1 позитивны. А среди карцином больше 70% как правило экспрессируют ТТФ1. Что касается комбинации с ненейроэндокринными новообразованиями или с немелкоклеточными карциномами, то этот феномен довольно часто встречается в нейроэндокринных карциномах и не описан для высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей легкого в отличие от нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта. И что касается КИШ-67, во-первых, мы видим, что пороговые значения отличаются от тех, что приведены в рамочной классификационной схеме для нейроэндокринных новообразований вне зависимости от их локализации, но разработаны и внедрены широко для опухолей все-таки желудочно-кишечного тракта и близких к ним. То есть здесь методический индекс 2,20, а КИШ-67 это 3% и 20%. То для нейроэндокринных опухолей легкого нет четких пороговых значений для индекса КИШ-67. Считается, что если он больше 5%, то тогда высшая вероятность того, что это атипический карциноид. При других критериях, которые свойственны атипическому карциноиду, но при этом в атипическом карциноиде индекс КИШ-67 может достигать 30%. Если он больше 30%, то это характеристика более свойственная нейроэндокринным карциномам, чем высоко дифференцированным нейроэндокринным опухолям. Но тем не менее, это параметр, который имеет второстепенное значение. На сегодняшний день рекомендуется КИШ-67 использовать в большей степени для того, чтобы дифференцировать высоко дифференцированные опухоли от карцином, особенно на материале малого объема. Кроме того, в классификации не вынесено как провизорная единица, но вынесено как один из вариантов высоко дифференцированных нейроэндокринных новообразований. Это карциноидная опухоль с повышенным методическим индексом или повышенным пролиферативным индексом по данным КИШ-67. Это, как правило, карциноиды, которые имеют характеристики атипического карциноида, но при этом методический индекс числа методов превышает 10 штук на 2 квадратных миллиметра. Кроме того, при этом КИШ-67 может быть больше 30%, как мы ожидаем в атипическом карциноиде увидеть. Но при этом это опухоли, которые могут иметь архитектурные признаки высокой степени дифференцировки. У них отсутствует потеря белка или гена РБ1, отсутствует мутация в генах П53, низкий уровень мутационной нагрузки. И это, в общем, характеристики молекулярные, свойственные именно высоко дифференцированные нейроэндокринным опухолям в противовес нейроэндокринным карциномам. Поэтому обсуждается, собственно, вопрос уже довольно какое-то время продолжительное. Отнести ли эти новообразования к категории нейроэндокринных опухолей G3, собственно, как мы имеем в классификационной схеме для желудочно-кишечного тракта, когда у нас трехступенчатая система градации высоко дифференцированных новообразований. Но на сегодняшний день в действующей классификации это не принято. Есть вот такая вот полупровизорная единица, как карциноид с повышенной методической или пролиферативной активностью. И несмотря на то, что в соответствии с предыдущей классификацией, с действовавшими на тот момент критериями, эти опухоли классифицировались как крупноклеточный часто нейроэндокринный рак, они, конечно, не отвечают на соответствующую терапию, ведут себя в большей степени как высоко дифференцированное новообразование, поэтому сейчас они остаются и попадают в эту категорию с соответствующей ремаркой относительно того, что эта опухоль имеет более высокую пролиферативную или методическую активность. Кроме того, у нас есть отдельные рекомендации и терминологии для малого объема материала, потому что на сегодняшний день ВОЗКО классификация признает, что в малом объеме материала невозможно в большинстве случаев достоверно провести дифференциальный диагноз между типичным и атипичным карциноидом. Это может быть как связано с невозможностью оценить адекватно уровень методической активности из-за отсутствия двух квадратных миллиметров новообразования, либо из-за наличия артефактов раздавливания, что не позволяет адекватно оценивать этот индекс. Поэтому нам предлагается на малом материале, на биопсийном материале формулировать заключение как карциноидная опухоль без дополнительных уточнений. При наличии признаков атипического карциноида, то есть каких-то различимых фигур метоза, при невозможности в том числе адекватно подсчитать их на необходимую площадь, при наличии фокусов некроза, эти признаки могут быть и должны быть указаны в комментариях, потому что могут быть индикатором того, что это атипический карциноид. Это может определенным образом модифицировать, в первую очередь, хирургическую тактику в отношении этих новообразований. Но в принципе диагноз атипического карциноида должен быть установлен на материале резекции. Кроме того, отдельно прописаны рекомендации по формулировке при исследовании биопсийного материала из вторичных очагов карциноидов легкого. То есть когда мы предполагаем, что это метастаз карциноида легкого, потому что если мы имеем дело с метастазами нейроэндокринной опухоли из невыявленного первичного очага, то мы должны пользоваться с вами рекомендациями, которые предлагаются рамочной классификационной схемой для нейроэндокринных новообразований вне зависимости от локализации. Мы, безусловно, должны предпринять усилия с точки зрения возможного иммунофенотипирования для уточнения возможного потенциального первичного источника, но это не всегда увенчивается успехом. Тем не менее, если у нас есть данные о том, что у пациента был карциноид легкого, вне зависимости от того, какой его грейд, для метастазов карциноидов рекомендуется использовать формулировку метастатическая карциноидная опухоль, не уточненная или без дополнительных уточнений, и использовать терминологию рамочной классификации нейроэндокринная опухоль. При этом для метастазов карциноидов легкого описан феномен повышения пролиферативной и методической активности, в том числе выше верхнего порога для атипичных карциноидов, особенно в участках с горячих или ходспотах, которые имеют повышенную методическую активность. При этом это, как вы видите, исходя из этих рекомендаций, не является достаточным основанием для того, чтобы интерпретировать это новообразование во вторичном очаге, как нейроэндокринную карциному. То есть мы должны остаться в категории высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей даже при повышении методической активности в ходспоте во вторичном очаге. Но при этом, безусловно, количество метозов и наличие фокусов некроза должно быть в заключении отражено. Хотя пороговые значения по методической активности являются рекомендациями для установления и классификации в плане грейда первичной опухоли. То есть они не могут быть экстраполированы и применены для градирования метастатических опухолей, в том числе при первичной нейроэндокринной опухоли легкого. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот этот индекс КИ-67 может, конечно, приводить к модификации лечебной тактики, которая принимается клиническими онкологами, которые, собственно, определяют лечение для пациентов с нейроэндокринными опухолями разных локализаций и, вероятнее, руководствуются общей рамочной схемой и порогом в 20%. То есть это дополнительная информация, которая должна быть в репорте как-то освещена, что это сайт-специфическая характеристика, и что для определения тактики здесь, конечно, необходимо принять решение в рамках мультидисциплинарной команды с учетом всех данных, в том числе морфологических и возможных сайт-специфических особенностей. На этом я бы хотела закончить с эпителиальными новообразованиями. Продолжение следует...